здравствуйте здравствуйте буквально несколько минут подождем и начнем пока все смогут присоединиться добрый вечер ну давайте так я предисловие скажу надеюсь что у всех все в порядке надеюсь что все живы-здоровы самое главное в этой обстановке надеюсь сегодня получится у нас второй разговор надеюсь первый был полезным 2 окажется не менее полезным и информативным поэтому я я по крайней мере очень рад буду пообщаться вновь поэтому если у вас будут какие-то вопросы пожалуйста у меня есть небольшой перечень на которые первоначально хотелось бы ответить до интересные вопросы потом если ну как бы у вас будут какие-то актуальные вопросы вдруг на что-то не отвечу задавайте пожалуйста буду 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 стараться как-то как-то помочь ответить ну давайте по-хорошему наверное будем начинать во первых хочу представиться честно владимир работаю в национальном теннисном центре в городе нур-султан возрастной категории 10-13 лет поэтому ну основная часть вопросов будет из ну из этой категории так скажем но постараюсь как бы если вдруг что-то будет у вас дополнительно по другим возрастным категориям тоже спрашивайте постараюсь и там ответить вот ну давайте начнем первый вопрос такой интересный был влияет ли теннис игра в теннис на зрение у детей влияет и только в положительном в положительном ракурсе потому что ну если если там у кого-то были походы к окулисту там такое упражнение очень часто дают рисуют точку на стекле да и нужно смотреть на точку и за точку то есть в теннисе в принципе это получается очень естественно потому что мяч приближается мяч отдаляется у тебя есть соперник на другой стороне и поэтому как бы ну это естественным путем происходит игрок как бы по фокусируется на мяче на соперники на на корте да на расположение это действительно очень хорошо развивает глаз то есть это это наоборот только терапия вот можно ли играть в теннис ну у тех у кого тем у кого не очень хорошее зрение конечно можно да многие теннисисты играют на очень хорошем уровне наверное вот один из наших ближайших соседей Денис Истомин он играет в очках как бы ну играет на очень хорошем уровне поэтому в принципе на данный момент на данный момент это все возможно есть очки кто-то играет в линзах ну это уже это уже очень индивидуально поэтому ну это это все возможность делать и нужно делать многим детям советуют заниматься теннисом ну у кого на начальном этапе какие-то проблемы со зрением поэтому поэтому да это это все возможно сделать и нужно даже делать так что если вдруг у кого-то такая такая проблема есть нужно заниматься теннисом действительно вопрос такой очень интересный и наверное не самый так скажем короткий какой баланс сохранять между групповыми тренировками и индивидуальными ну именно вот в этом возрасте очень хороший вопрос хотел бы поблагодарить того кто задал его в общем получается что опять же будем говорить о игроке который достаточно хорошо подготовлен не нужно забывать что есть все таки календарный возраст да и биологически что игрок сформирован все он может получать нагрузки в этом возрасте то есть рекомендуемая рекомендуемое количество часов в неделю 10-12 но опять же в зависимости от подготовки этого игрока но это не то и групповые и индивидуальные здесь то есть в принципе очень очень важно не перегрузить не перегрузить ребенка поэтому если допустим ребенок привык заниматься шесть раз в неделю по два часа возможно в какой-то день необходимо сделать именно там индивидуальную тренировку до до групповой и может быть через час отпустить этого ребенка чтобы слишком большой нагрузки не было потому что не нужно забывать что в этом возрасте уже ну достаточно хорошего уровня игроки они имеют уже и фитнес и ну достаточно достаточно приличная нагрузка в день получается поэтому если еще отдельно график из индивидуальных тренировок сделать ну конечно некоторые занимаются и по такому графику но это действительно должен быть спортсмен высокого уровня очень высокого уровня поэтому здесь важно очень не перегрузить и опять вот в этом возрасте да есть такая формулировка что это только теннисные часы но рекомендуется рекомендуется заниматься еще какими-то физическими нагрузками вот не только ОФП да но еще какой-то другой вид спорта может быть это теннис но не теннис может быть с теннисом это футбол может быть хоккей кто-то на гимнастику ходит еще какие-то то есть в любом случае еще какие-то дополнительные занятия и это все тоже в помощь именно именно теннису чуть-чуть я немножко разовью дальше этот вопрос еще от чего это все будет зависеть все-таки от ну от календаря необходимо в этом возрасте уже играть есть такие тоже выкладки хорошие что от 35 минимум матчей 45 50 матчей в год одиночных и вот на мой взгляд я бы тут хотел немножко этот и и родителям посоветовать и тренерам посоветовать что это только про одиночные матчи говорится плюс еще 15 25 парных матчей чтобы в этом возрасте родители и тренеры да и сами игроки тоже не забывали играть пару потому что во первых это дополнительные очки сейчас идут в рейтинг да то есть в принципе в одиночный рейтинг это возможность заработать дополнительные очки это возможность играть в паре это возможность какие-то новые новые умения получить да это чуть-чуть ну не чуть-чуть это сильно другая игра да и обучиться особенно в этом возрасте очень хорошо дети могут проявить себя если вдруг у кого-то по каким-то причинам пока не получается достичь каких-то высот в одиночной игре да то есть пара это очень хороший как очень хорошая помощь в этом всем то есть можно в паре где-то пройти на каких-то турнирах дополнительные круги и заработать те же самые очки сеется чуть выше поэтому я бы тут посоветовал и родителям опять же и тренерам чтобы играли и парные матчи тоже вот очень надеюсь что я ответил на этот вопрос по крайней мере он он был интересен еще один вопрос вновь у нас по поводу попадания в Team KZ то есть каким образом происходит это попадание в первую очередь конечно игроки которые тренируются в этой в Team Казахстан они должны обладать ну конечно соответственно очень хорошим очень высоким уровнем игры с чего это складывается в первую очередь приветствуется и чаще всего они попадают в лидеры по своему возрасту то есть до 14 до 16 они в рейтинге ну в восьмерке играет вот этот отбор из восьмерки дальше идет рейтинг ITF чем выше позиция в рейтинге ITF тем соответственно лучше и для игрока и больше шансов на попадание и конечно же ну то есть антропометрические данные рассматриваются ну там конечно все должны понимать что попадание в сборные это это более ну более углубленное рассмотрение игроков самих да то есть более детально подходят тренеры по фитнесу по теннису то есть со всех сторон рассматривают просматривают матчи ну и потом уже комплексное решение выносится по поводу каждого игрока отдельно то есть ну здесь как бы нет такого общего прям стандарта или шаблона да но вот критериев достаточно много потому что там уже повторюсь там уже достаточно высокий уровень подготовки в целом еще один вопрос чего начать молодому только закончившему играть в теннис игроку да ну только закончившему игроку да который не стал профессионалом и он хотел бы начать работать тренером с чего начинать ну в первую очередь я бы наверное посоветовал я надеюсь что этот игрок закончил играть ну хотя бы перед поступлением в университет или в это время ну я я бы посоветовал конечно первую очередь пойти на физкультурное отделение и обучиться педагогике в первую очередь да то есть это это очень важно через это строится в принципе вся работа с детьми все основные базовые знания именно почерпнуть необходимо там потому что во всех теннисных центрах в казахстане у нас работают только сертифицированные тренеры с дипломами поэтому именно о физкультурном образовании да то есть это одно из условий поэтому это это первоначально что необходимо сделать то есть поступить на учебу и действительно обучаться далее что ну у нас достаточно много проходит семинаров по обучению ну айтиф проводят есть казахстанская сертификация да то есть посетить какой-то один или несколько чем больше тем лучше конечно потому что ну очень много информации которая добавляется иногда иногда изменяется в чем-то да то есть ну это это стоит делать всем вне зависимости от того молодой тренер или или уже состоявшийся то есть обучаются все поэтому это вот ну такие первые шаги ну затем уже действительно на своей базе по возможности может быть попробовать сконтактироваться с более опытными тренерами и так скажем в помощниках вместе совместно попробовать как-то начать работать то есть ну вот хронология начальная такая а дальше уже по мере того как это будет получаться по мере того как будет идти прогресс и там уже следующие следующие этапы степени есть из этого хотел бы перейти к еще одному да там еще один вопрос был по поводу как раз таки курсов для тренеров да есть есть международные курсы ITF да обучение тренеров которые проходят и в казахстане и за пределами казахстана наши тренеры посещают курсы и здесь и ну опять же за пределами до нашей страны существует три уровня первый это начальный это теннис до десяти лет и этот этот семинар занимает если не ошибаюсь 10 дней очень очень полезный опять же вот если молодому тренеру начинать то нужно необходимо начинать с этого курса потому что там очень много базовых вещей которые будут помогать в работе тренера и для самого тренера и для детей то есть там очень подробно рассказывается о том как сделать процесс не только тренировочный процесс не только продуктивным но и интересным то есть в первую очередь это это вот первая ступень да то есть там маленькие детки это в первую очередь для того чтобы их заинтересовать для того чтобы дети оставались в теннисе да то есть не не отбивалось желание наоборот только развивалось поэтому это это очень важно сделать и тренером посещать этот семинар потому что информация действительно очень хорошая второй уровень ITF это 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 уже игроки более высокого уровня advanced player да то есть там уже более ну как бы более высокий уровень там и идет структура тренировки для другого возраста для других детей уже ну то есть не для маленьких детей опять же очень полезная глава отдельно есть биомеханика которая в принципе очень очень много и очень очень точно может дать может дать тренеру информации как все таки работать над техникой да то есть какие то такие нюансы именно ну в техническом моменте да то есть ну действительно очень хорошие семинары которые проводятся у нас благодаря правда работе нашей федерации это ну это это очень интересно и полезно и есть еще третий уровень он проходит если не ошибаюсь только в Испании там месячный или полуторамесячный курс достаточно достаточно непростой с практикой именно на корте ну в принципе в первом и на первом и на втором уровне практика на корте там не только там тестирование какое-то бумажное или еще что-то там и практика на корте и тестирование то есть по вопросам именно теннисными в принципе полностью как результативность тренера за этот за этот период до курса третий уровень проводится да там в Испании там уже с высокого уровня профессионалами то есть там совсем другая специфика ну это вот это максимальный уровень ITF который на данный момент есть вот что бы хотелось сказать давайте чуть-чуть перейдем к тем вопросам которые вы присылаете я чуть-чуть перемотаюсь сейчас и попытаюсь на что-то на что-то ответить если вдруг кого-то пропустил пожалуйста напишите еще раз так как смотрите на то чтобы некоторые родители которые имели опыт в спорте занимались с ребенком дополнительно вы знаете не могу сказать что я на это очень позитивно смотрю потому что ну все-таки у нас технический вид спорта ну смотря опять же наверное что подразумевается если это там ну родитель занимался спортом и он умеет держать ракетку и какой-то воскресный день он пришел поиграть со своим сыном или дочкой на кортах то есть ну добрать немножко часы объем для своего ну как бы для своего ребенка то это это хорошо но когда этот родитель начинает очень глубоко лезть в технику или ну в какие-то такие именно более теннисные моменты которыми должен должен и обязан заниматься тренер там начинается честно говоря там начинаются проблемы потому что во-первых начинаются проблемы в коммуникации опять же с тренером да и ребенок ребенок опять же думает кого мне слушать папу который вроде как бы тоже из спорта и или тренера да который как бы говорит может быть одно а папа говорит совсем другое поэтому тут тут я бы сказал что я я не совсем за этот вариант если повторюсь да если если это добрать объем то есть немного поспарринговать если родитель действительно там ну маленьких детей в частности да там может это себе позволить и сделать то тогда да тогда это здорово если ну не знаю там смоделируем если там родитель хороший легкоатлет тогда он может ну помочь в физических да каких-то своих кондициях если пока на данный момент там у ребенка нет своего тренера по ОФП то есть ну в таком ракурсе просто на мой взгляд все что все что касается тенниса должно быть на плечах и на ответственности тренера по теннису потому что в итоге ответственность за игрока несет он поэтому ну в полной мере и он отвечает за него то есть за все эти технические аспекты то есть вот так надеюсь на этот вопрос я ответил сейчас чуть-чуть вверх перемотаю проводится очень мало турниров до 12 до 14 мало мне кажется у нас достаточно много турниров этих проходит я сейчас вам точно не скажу но в этой возрастной категории ну ведь есть еще и рядом города допустим ну в нашем регионе для для этого возраста для возраста 12-14 лет мне кажется в Казахстане самое большое количество турниров то есть их очень очень много поэтому тут как бы турнир на практике ну опять да повторюсь я говорил там о том какое количество матчей должно быть сыграно в год приблизительно да то есть это ну вот ответ на этот вопрос да это минимум 35 максимум 45 ну это рекомендуется да то есть опять же в зависимости от игрока то есть посчитайте если это про какого-то игрока конкретного вопроса то может быть может быть вы добираете эти матчи этого достаточно то есть ну посмотреть календарь как то так как можно исправить технику удара да кстати у меня был тоже один вопрос как работать над техникой удара ну давайте давайте так ну в первую очередь опять вернусь к тому что это все таки задача тренера то есть поэтому тренер и занимается этим видом спорта да я повторюсь он технический игровой он должен обладать необходимыми знаниями для того чтобы сделать какие-то корректировки ну скажу из того что есть на этих семинарах про которые я говорил ранее там есть отдельная часть определения исправления ошибки да то есть в принципе тренеров этому обучают методы ну очень много разных от создания ощущения имитация еще что-то ну много всяких методов но на самом деле это как подобрать правильно во-первых определить в чем в чем все таки ошибка да техническая это в первую очередь нужно сделать дальше дальше нужно подобрать опять же упражнения через которые это можно исправить причем минимально да то есть еще такой момент хотелось бы ну как бы немножко уточнить что не всегда смена там если если про технику говорят там очень очень часто меняют сразу там хватку или еще что ну в частности хватку да то есть не всегда это самый самый лучший путь поэтому постараться сделать какую-то корректировку необходимую да если она действительно нужна в каком-то техническом другом аспекте да и если уж ничего не подходит только в крайнем случае так скажем менять уже хватку ну опять скажу что на мой взгляд это все таки главная задача тренера потому что потому что в игрока воспитывает он корректировки по технике тоже его его задача в какой момент на каком этапе этим заниматься но это все тоже задача тренера поэтому ну тут тут все таки тренер что нужно делать на карантине чтобы не забыть технику удара ну это очень актуальный и хороший конечно вопрос да вот кто-то ниже пишет имитацию да действительно все если есть возможность то конечно взять ракетку ну в идеале да кто живет в своем доме может быть где-то там на стенке есть возможность постучать хотя бы с лета мяч подержать то есть ну чтобы не пропадало и чувство ракетки чувство мяча ну и в первую очередь да конечно имитация то есть ну пока пока других у кого-то я смотрю сейчас по моему особенно популярны стали всякие всевозможные тренажеры для тенниса то есть кто-то их использует ну это в это в принципе тоже очень хорошее дело самое лучшее дело конечно иметь дома свой личный корт и тогда тогда в принципе ничего не страшно можно тренироваться дома да но если такой возможности не до имитация один из из самых самых таких подходящих чего не хватает казахстану для воспитания своего топ игрока я думаю что в казахстане все есть для этого на самом деле сейчас идет очень бурное развитие тенниса в казахстане как детского так и юниорского я думаю что в ближайшие годы мы действительно увидим своих игроков не только в топ-100 и в топ-50 айтеф да но и в профессионалах поэтому поэтому да я думаю что сейчас это все ну это все на пути к тому чтобы действительно были игроки которые будут представлять на казахстан да на самых больших турнирах и на самом высоком уровне поэтому я считаю что сейчас на данный момент все есть поэтому такой ну наверно тоже будет самый часто задаваемый вопрос когда начнутся тренировки вы знаете все ждем когда это будет возможно ждем заявление от компетентных органов когда дадут разрешение сразу же всех оповестим ну тут тут мы мы ждем подтверждение только ждем ждем разрешение когда это будет официально разрешено поэтому поэтому только такая информация может быть ближайшие дни ситуация изменится в лучшую сторону и будет какой-то допуск не подскажите преимущество одноручных и двуручных игроков бэкхэнда ну давайте наверно так преимущество одноручного наверное игрока это активный удар с бэкхэнда то есть это скорость сила неожиданность да то есть это это одни из самых главных преимуществ потому что ну если посмотрим да там самые лучшие одноручники это наверное даже в таком порядке вавринка федерер да то есть играют очень мощный агрессивный теннис и там действительно можно выполнить очень очень скрытый резкий удар поэтому это это преимущество одноручника да но преимущество двуручного бэкхэнда это все-таки стабильность надежность и наверное ну да во многом стабильность надежность потому что чтобы сыграть одноручный бэкхэнд необходимо все-таки очень хорошая точка удара она есть не всегда когда там допустим мяч высокий над плечом очень сложно сыграть одноручный бэкхэнд поэтому многие переходят на а слайс все-таки уже, ну, это достаточно, ну, как, он мягче, он мягче, да, а двуручный, двуручник, он может сыграть, ну, конечно, не суперактивно, но и в среднем темпе, то есть я бы сказал так, что двуручный, он чуть-чуть более сбалансированный во всех отношениях, но проигрывает в скорости, в неожиданности, в резкости удара, да, то есть преимущество одноручника в этом основное. Сейчас чуть-чуть вверх промотаю. Пожалуйста, если у кого-то еще есть вопросы, пишите, я тоже буду смотреть, буду отвечать по возможности. Будет ли в столице травяной корт? Интересный вопрос, думаю, что нет, потому что все-таки сезон травяных кортов, он очень-очень короткий, как вы знаете, и в профессиональном туре, поэтому, ну, на мой взгляд, это не особо целесообразно у нас здесь, поэтому думаю, что нет, и не так много травяных турниров, чтобы делать отдельный корт для травы. Ну, я не знаю, может быть, в перспективе, когда будет очень-очень много разных баз здесь, и тогда, может быть, где-то будет такой корт, чтобы можно было попробовать, как это действительно выглядит, как это играть на траве. Вопрос. Вы хотели стать именно теннисистом? Вы знаете, наверное, нет, но это была одна из первых секций, на которую меня привел отец, и мне понравилось, и, в принципе, других потом, наверное, уже, ну, наверное, у меня перед самим собой других вопросов не было, поэтому как-то мне так это все затянуло, что, ну, это было действительно очень интересно, это, конечно, в благодарность моему тренеру, да, то есть процесс был настолько интересным, что, ну, в принципе, никогда уже потом не возникало вопросов, почему, может быть, что-то еще, нет, нет теннис. Будут ли Каспиновские турниры в этом году? Я очень надеюсь, что будут. Мы все, ну, вы знаете, да, мы все ждем, что теннисный сезон откроется, турнирный. Надеемся, что сейчас сообщение между городами начинает функционировать. Как только будет первая возможность, я думаю, что начнутся региональные турниры, да, то есть внутри у себя в городах, да, потом какие-то начнутся передвижения уже по стране. Ну, конечно, конечно, мы все ждем. Все ждем, может быть, август, сентябрь, я не знаю, это никаким образом не подтвержденная информация, но мое мнение такое, что я думаю, что будут еще, да, конечно. Так, пожалуйста, если у вас есть вопросы. Так, ух, сейчас, 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 одну секунду. Когда откроют, вы знаете, я не могу сказать, когда в октаву откроют теннисный центр. Я, я не владею такой информацией. Это у кого-то из более компетентных, так скажем, в этом вопросе людей нужно спрашивать. Нет, я, я не имею такой информации. В каком возрасте бросать дополнительные занятия? Около 12 лет. То есть там уже идет, ну, там уже есть возможность именно биологическая, да, у детей заниматься два раза в день, да, одним, ну, как бы, одним видом спорта, ну, и там уже совсем другая нагрузка после, ну, после 12, да, те, кто уже перерос и перешел, так скажем, более, ну, в следующий возраст, да, я думаю, что предел такой, что 12, 12, ну, вот, не позднее, потому что там уже, ну, там такие уже идут и по турнирам другие, более, более высокие нагрузки, то есть там уже совмещать станет достаточно проблематично, то есть поэтому, ну, вот, опять повторюсь, мне там понравилось, понравился не интервью даже, один разговор был на Евроспорте не так давно, несколько недель назад я смотрел, на Даль с Федерером разговаривали, очень, ну, такие там тоже хорошие темы обсуждали, и у них как раз был затронут этот вопрос, то есть, и они оба сошлись в том, что 12 лет и Надаль, и Федерер, они занимались попутно футболом, то есть параллельно, и это было именно, это было именно занятие в секции, это не был просто там какой-то, ну, там, футбол во дворе, так назовем, да, это была действительно секция, в которой они занимались, и это, ну, продлилось вот у них до 12 лет, потом уже все, уже профиль был только на теннис, поэтому, поэтому я думаю, что и в этом, так, сколько игрок должен выигрывать? 2-1, то есть, он очень хорошо, если, очень хорошо, если за турнир, ну, как бы, да, то есть, если турнир подобран так, что игрок проходит 2 круга минимум, то есть, ну, 2 победы, 1 поражение, это можно занести турнир в актив, то есть, это уже так, то есть, конечно, нужно игроку выигрывать, то есть, тут получается так, что минимум 2 победы, это больше, чем, ну, то есть, 1 поражение максимум, да, на турнире, ну, хотя не на всех, да, поэтому минимум 2 победы должно быть за турнир, поэтому, вот, минимальная статистика 2-1, да, то есть, минимально позитивная, вот, вот так, я надеюсь, что я ответил. Так, 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 сейчас. Со скольких лет можно выступать на коммерческих турнирах? Вы знаете, по-моему, по-моему, с 18, ну, то есть, первые деньги, если я не ошибаюсь, то есть, ну, есть, конечно, у нас какие-то там турниры, мы, наверное, не назовем их коммерческие, в которых есть сертификаты, да, но эти сертификаты, они используются на развитие игрока, там, то есть, на какой-то теннисный инвентарь, то есть, больше бонус для того, чтобы игрок развивался, то есть, прям коммерческий, я думаю, что 18+. Будет ли в Казахстане развиваться пляжный теннис? Я, я очень на это надеюсь, потому что, ну, тогда, может быть, станет больше заинтересованных, кто-то, кто-то пойдет из пляжного тенниса в, в наш вид спорта, да, то есть, кто-то, кто-то, наоборот, если больше будет тенниса, я думаю, что это только лучше, так что, так что как-то так. Вопрос, здравствуйте, многие тренера учат играть под один стиль игры, не учитывая физические, психологические особенности характера. Правильно, неправильно, ну, я, я надеюсь, что я правильно понял вопрос, то есть, они учат только ему стилю игры, да, то есть, вот все игроки у этого тренера вот играют так, да, ну, конечно, конечно, в любом случае индивидуальность каждого игрока присутствует, да, то есть, ее очень важно разглядеть, кто-то, кто-то любит ходить к сетке, кого-то туда на пушечный выстрел, но он там к сетке не подойдет, играет на задней линии, поэтому тут, как бы сказать, что это правильно, неправильно, не знаю, но мне кажется, это не совсем честно по отношению к игроку, действительно, потому что у игрока какие-то, ну, в силу просто, знаете, все люди разные, кто-то просто любит очень бегать на задней линии, кто-то чувствует себя комфортнее вблизи у сетки, да, кто-то играет агрессивный теннис, кто-то играет, наоборот, возвращает мяч, да, то есть, важно, важно здесь очень рассмотреть стиль конкретного игрока и под него уже подстроить тренировочный процесс, если есть такая возможность, да, то есть, это, ну, небольшая там группа, да, в которой это можно совместить, ну, и даже если большой, все равно как игроку можно давать какие-то свои специфические, маленькие индивидуальные подсказки или ориентиры, да, акценты расставлять, чтобы он адаптировал, может быть, одно и то же упражнение, но под свой стиль игры, поэтому тут в моем представлении все-таки так, что необходимо, необходимо различать. Одну секунду, может быть, что-то еще внизу. Есть ли смысл продолжать оранжевый мяч, если ребенок уже пару раз был победителем или призером на оранжевом? Ну, тут по возрасту, наверное, если он, ну, как, если он может играть зеленый, и это комфортно для него, да, то есть, многие там переходят сразу уже на стандартный, ну, тут как бы я, опять же, не прям так, чтобы быстрее-быстрее приблизиться к стандартному мячу. Ну, то есть, все должно быть поэтапно, да, если игрок готов, ну, он пару раз уже побеждал, ну, если может играть зеленый мяч, то да, как бы должен и там играть. Ну, самое главное, просто тоже тут, что нужно учитывать, что важно очень для игрока и для ребенка побеждать. То есть, что я хочу сказать этим, что когда переходишь, ну, игрок переходит на более высокий уровень турнира, да, там не обязательно брать там оранжевый и зеленый, просто на более высокий уровень турнира, там сложнее, и первое время, конечно, там где-то поражение, это достаточно большой стресс, тем более, если там ребенок, ну, выигрывал турниры там, или, так скажем, привык выигрывать, такое тоже есть. Поэтому это все нужно за этим следить, баланс сохранять нужно, если он сыграл несколько турниров и проиграл там в первом круге на более высокой категории, то тогда можно просто вернуться снова на оранжевый и, как бы, сыграть еще раз там, потом вновь перейти на зеленый, то есть, ну, такого плана. То есть, это нужно, опять же, чуть более так индивидуально подходить каждому игроку. Вопрос вот тут, есть ли у вас понятие любимчики? Ну, в моем представлении, как, допустим, я думаю, да, то есть, для меня все дети, которые пришли в теннис и занимаются, они, в принципе, уже молодцы, да, то есть, я уже к ним отношусь с уважением, и это действительно заслуживает уважения, потому что эта игра интересная, но далеко не простая, далеко не простая. Поэтому тем, кто действительно занимается, выкладывается полностью на тренировках и, так скажем, это все делает по своему желанию и очень честно, трудолюбиво, ну, я могу сказать, что такой ребенок, такой игрок будет однозначно, ну, как, будет пользоваться моим уважением, как минимум, назовите это любимчиком, ну, может быть и так, но это, так скажем, это, мне кажется, это просто нормально для каждого, да, если он занимается, то тренер этого в любом случае увидит, будет поддерживать, будет как-то сопутствовать этому, да, и поэтому тут, если говорить про какие-то дополнительные, там, наверное, только помощь, помощь, ну, никаких там больших, ну, не знаю, скидок, что ли. Так, спасибо вам, спасибо. Спасибо за комментарии. Пока еще не прощаемся, еще есть время, поэтому, если у вас есть вопросы, которые вас интересуют, пожалуйста, задавайте, мне так тоже будет чуть-чуть интерактивнее, так скажем. Будет ли в этом году ежегодный чемпионат Казахстана до 10 лет? Нет, знаете, мы, опять скажу, да, мы все надеемся на это, мы все надеемся, что это будет пока по календарям, ну, вы тоже знаете информацию, что пока все откладывается, как только будет более подробная информация, она будет сразу, так скажем, она будет сразу на сайте, да, и вы все сможете это все увидеть, ну, тренеры в любом случае тоже будут все в курсе, они оповестят родителей, игроков, потому что, ну, конечно, все ждем, все ждем возобновления тренировочного процесса, все ждем возобновления турнирного графика, и поэтому, как бы, все, все, все в таком ожидании, все на это, все на это надеемся. Какой бы вы дали себе совет, если бы смогли подсказать себе до 12, в 12-летнем возрасте? Какой совет? Так, ну, наверное, я так думаю, что быть чуть-чуть, наверное, спокойнее, наверное, так, потому что у меня были очень импульсивные матчи, поэтому, наверное, так, это очень хороший вопрос, спасибо, спасибо, коллеги, друзья, что задаете, да, да, именно себе, именно себе, да, я бы сказал, что нужно, может быть, чуть-чуть было быть спокойнее в некоторых моментах, и, да, как-то так, я думаю, что это бы очень-очень помогло. Но, сейчас, одну секунду. Так, теннисистов часто преследуют травмы суставов, существует ли профилактика укрепления, ну, на самом деле, здесь такая, есть такая шкала, в каком возрасте, какие лучше всего качества развиваются, там, в более младшем возрасте, там, где-то ловкость, ловкость, резкость, вот это, вот это, вот это, но я скажу так, что на всем протяжении, на всем протяжении пути теннисиста, да, очень хорошо развивается гибкость, то есть, это, это очень большое упущение, когда игрок в частности, ну, я, я бы сказал, что это больше задача игрока самого, да, то есть, тренер, он не всегда это может в силу разных проконтролировать, но самая большая задача, наверное, наверное, тут задача тренера донести это до игрока, да, чтобы игрок сам осознанно понимал, что растяжку нужно делать с самого, с самого детства, и ни в коем случае про нее не забывать, она очень помогает тому, что ты можешь оградить себя от травм, быть более долговечным, да, то есть, там, посмотришь на то, как тянется Джокович, да, то есть, ну, поэтому, поэтому он лучший в мире на данный момент, да, то есть, там, он может сыграть мяч в любой растяжке, там, из любого положения, ну, это, это, это большая долгая работа всей жизни, поэтому тут совет такой, что, конечно, в первую очередь растягиваться, в первую очередь растяжка. Как показала практика, возможно ли тренировать онлайн какое-то время? Да, показала, что это возможно, что это, на самом деле, что это нужно, потому что все, ну, немного отвыкаем, да, то есть, хочется очень кортой, чтобы слишком, как бы, так скажем, без этого всего не засидеться, в первую очередь, наверное, конечно, для детей, да, потому что интерес может где-то пропасть, еще что-то, наверное, тут, тут такое дело, ну, где-то, знаете, даже, там, тренировать онлайн, тренировки, это одно, потому что, ну, все-таки, там, именно теннисную тренировку достаточно сложно провести в таких вот онлайн, да, ну, в онлайн вещании, да, то есть, если касательно карантина, вот, который сейчас у нас есть, ну, достаточно сложно именно полноценную теннисную тренировку, да, ну, максимум, что ты можешь делать с ракеткой, это действительно имитацию, ну, может быть, где-то что-то мячиком об стенку поменять, ой, поменять, поиграть, вот, то есть это максимум, что ты можешь сделать, ну, а так, наверное, тут тоже, знаете, как бы задача где-то и родителей, да, может быть, где-то вместо какого-то фильма, который видели уже много-много раз, включить там теннисный матч какой-то такой эпичный, там, ну, достаточно много хороших матчей же есть, там, выбрать какого-то кумира, спросить у ребенка, кто твой кумир, кого бы ты хотел посмотреть, и вот какой-то матч такой посмотреть, это тоже, знаете, способствует тому, чтобы дети оставались в процессе в теннисе. Как тренерам такой новый опыт, ну, вы знаете, то есть я могу сказать от себя, что вот такие прямые эфиры, это достаточно, ну, новую, ну, недостаточно, это новый опыт для меня, честно скажу, очень интересный, я надеюсь, что вам тоже интересно всем, и это полезно, поэтому от себя скажу, мне, для меня это, ну, здорово, да, поэтому... Так, сейчас, одну секунду. В чем заключается материальное оснащение тренировок, кроме предоставления корта? Я не совсем понял этот вопрос, ну, если можете, уточните, пожалуйста, что вы именно имели в виду, что еще, потому что, ну, я не до конца понял. Так, одну секунду. Перспективные юниоры в РК, ну, вы знаете, давайте я не буду переходить там на какие-то имена и фамилии, я повторюсь, да, что, на мой взгляд, все ребята, которые стараются, выкладываются полностью, они могут быть там, ну, если говорим про какие-то там критерии, да, то есть они могут быть на данный момент не лучшими даже в своем возрасте, не на первых позициях в своем возрасте, там, в ITF, еще что-то, но если они будут выкладываться, тренироваться, отдаваться полностью этому виду спорта, игре, да, будут любить этот вид спорта, эту игру, то я думаю, что у них есть шансы, я вот так бы сказал, а так кого-то, знаете, там, ну, я бы не хотел там переходить на... Почему в Астане дети после красного мяча не переходят на... а, переходят на желтый и не играют турниры с зеленым? Ну, тут, мне кажется, это не совсем так, потому что, ну, в основном, в основном, я не знаю, может, это про какой-то конкретный случай идет вопрос, потому что, ну, в основном прогрессия такая, что после красного... красный, это, ну, наверное, знаете, это там самый-самый маленький корт, потом оранжевый, ну, ребенок просто взрослеет, становится чуть-чуть больше, корт увеличивается, зеленый, это уже стандартный, то есть, в принципе, это, ну, достаточно, достаточно такая простая и адаптированная эволюция, поэтому эта программа «Теннис до 10» действует в Казахстане, развивается, все больше и больше становится, так скажем, детей в этом возрасте, да, очень много детей, там проводятся чемпионаты Казахстана по цветным мячам, это тоже такое уникальное мероприятие, это очень интересно, поэтому тут, как бы, ну, немножко бы, наверное, может быть, это про какой-то конкретный случай, я не могу вам ответить, а так, по-хорошему, прогрессия такая. С какого возраста оправданы персональные тренировки? Ну, вы знаете, я бы тут не сказал, что с какого-то конкретного, да, опять же, вернусь к тому, что есть календарный, есть биологический возраст, да, то есть, ну, в любом случае это нужно все учитывать индивидуально и смотреть, что вы там хотите сделать, то есть, если объема, какой объем ребенок получает уже, то есть, дополнительно сверху, опять же, говорю, чтобы что-то давать, нужно убедиться в том, что вы ребенка не перегрузите, если это работа над техникой, какая-то там легенькая, ну, опять, ну, от уровня игрока зависит, тут не возраст, уровень игрока, кто-то приходит, там, и в 10 лет заниматься теннисом, у него, там, группа начинается, ну, такое, знаете, как бы, тут я бы сказал так, что все-таки от уровня игрока. Ну, вот тут два вопроса, посоветуйте детям что-то почитать по теннису, ну, давайте так, я бы, я бы хотел немножко быть более реалистичным, не знаю, книги, мне кажется, ну, может быть, может быть и полезны, ну, то есть, конечно, там, я бы посоветовал какие-то, если именно почитать, автобиографии, то есть, Надаль, я, я с удовольствием читал, Агасия автобиография, да, то есть, поэтому, вот, про таких интересных, колоритных личностей, ну, мне кажется, очень увлекательно, будет каждому ребенку прочитать, а если этот еще кто-то, ну, если тот, про кого они будут читать, они, он является их кумиром, то это будет вообще, как бы, очень интересно ребенку. Какой матч посмотреть? Ну, тут, наверное, опять давайте выберем так, что все-таки детям, наверное, интереснее смотреть своих кумиров, да, или, там, ну, тех, кого, кто им нравится, поэтому просто задайте вопрос ребенку, спросите, кого хотел бы ты сегодня посмотреть, может быть, там, какой-то, какой-то, не знаю, там, не самые новейшие истории матч, там, а вот играли так раньше, там, действительно взять какие-то, может быть, там, не знаю, чуть-чуть уже, ну, исторические матчи, когда, там, условно, не знаю, там, на Уимблдоне, помните, такая была дорожка к сетке протоптана, сейчас, там, на задней линии дырки, да, то есть, ну, для сравнения, чтобы дети тоже могли понять, что теннис когда-то был тоже другим, что игра все-таки развивается, ну, то есть, такого плана, ну, наверное, из такого чего-то прям за последнее время, ну, не так давно, я турнир не назову, но Федор Кириос, очень хороший матч, там, три сета по 7-6, что-то, по-моему, в Америке, какой-то турнир, ну, здорово играли, так, 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 отдали бы своих детей в профессиональный спорт, ну, я считаю так, что в любом случае спортом нужно заниматься, а там уже профессиональный он будет или не профессиональный, ну, тут уже только время покажет, как бы, знаете, то есть, для начала, повторюсь, да, для начала ребенку должно быть интересно, в первую очередь, а потом уже как-то можно разговаривать о том, будет ли это целью и, целью на всю жизнь, или это будет такое для поддержания физического здоровья, да, там, где-то для поступления в университет, еще что-то, ну, то есть, знаете, ну, там, вариантов масса, поэтому, поэтому тут я бы не мог сказать, что, знаете, кто-то приводит и вот прям в первый день отдает ребенка в профессиональный спорт. Да, занятия спортом важны, безусловно, да, своих детей, конечно, поэтому я считаю, что это просто очень хорошая школа, в первую очередь, по дисциплине, по развитию детей, да, то есть, это полезно, ну, поэтому, 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 да, однозначно я считаю, что детей нужно приучать к спорту. Ваше мнение, какие последствия, связанные с пандемией, ждут мировой теннис? Я думаю, я думаю, что это будет недолго еще, то есть, в скором времени возобновятся турниры, я очень надеюсь и хотелось бы верить в то, что это был такой незапланированный отпуск для всех, для всего мира, да, то есть, в плане тенниса, поэтому я надеюсь, что игроки отдохнутся, соскучаются по теннису, вернутся, будут работать еще с большей самоотдачей, и поэтому вернутся очень быстро на свой, на свой прежний уровень, а кто-то и поднимется выше, ну, я, по крайней мере, надеюсь, как-то так. Как вас зовут и должность? Чеснов Владимир, я работаю тренером в национальном теннисном центре, 10-13 лет, здравствуйте. Так, какие самые частые ошибки допускают тренера детей, которые, ну, наверное, все-таки такой, наверное, все-таки крик, я бы так сказал, потому что это все, как бы, ну, на мой взгляд, вот самое, самое, что не нужно делать, это ни в коем случае не нужно кричать на детей, ну, там, давайте, да, там, иногда, иногда голос повысить можно для того, чтобы привлечь внимание на секунду буквально, но ни в коем случае там ни на какие личности не переходить, я не могу сказать, что там это сплошь и рядом везде, нет, но, наверное, это то, чего в первую очередь опасаться, чтобы просто-напросто была хорошая коммуникация между тренером и ребенком, то есть это, наверное, основа база, потому что если будет хорошая коммуникация, если ребенок будет чувствовать, что он приходит к тому человеку, который ему рад, да, что он рад, что этот ребенок пришел, я думаю, что он будет приходить туда вновь и вновь, будет заинтересован, будет рад туда ходить, то есть самая-самая большая проблема, если у ребенка нет желания приходить на тренировку, а что с самого начала может это оттолкнуть, ну, в моем представлении это вот какая-то такая не очень позитивная коммуникация, то есть это просто должно быть именно уважительное, доброе общение с детьми, тем более если берем маленьких детей, там не взрослых профессионалов, да, а вот маленьких детей в первую очередь так, потому что через это все они будут заинтересованы, они придут с улыбкой, им всегда будет весело, они скажут, что это тот вид спорта, которым я хотел бы заниматься всю жизнь вообще, скорее, давайте, когда будет следующая тренировка, поэтому как-то так. Дети постепенно будут входить в тренировочный процесс после карантина, или будет постепенная нагрузка? Ну, давайте так, во-первых, в первую очередь, конечно, нужно посмотреть на детей, да, когда они придут, и там уже смотреть нужно, кто в каком состоянии, просто кто-то дома занимался, кто-то дома не занимался. Ну, конечно, тренировки там не будут сразу максимальной интенсивности, которая могла бы быть, да, то есть непрекращаемой тренировки, конечно, это все будет входить поэтапно, да, то есть всем нужно время от игрока до тренера, да, чтобы потихоньку снова втягиваться, конечно, это все будет поэтапно, поэтому только так. Ну, я очень надеюсь, что многие дети дома форму не теряли, занимались физическими упражнениями, в принципе, придут и от большого желания, от того, что они соскучились по теннису, в принципе, втянутся достаточно быстро. В каком университете учитывается занятие теннисом? Я не до конца понял вопрос, в каком университете... Если можете чуть-чуть поточнее расписать, пожалуйста, распишите, не до конца понял. Какие качества спортсмен должен приобрести? Перейти в новую возрастную категорию. Хороший вопрос. Очень рад тому, что игроки присутствуют на этом эфире, правда, отличный вопрос. Ну, для начала, наверное, да, то есть в любом случае это биологическое взросление, да, то есть чтобы перейти в более высокую категорию турниров, да, элементарно, игрок, он должен быть физически к этому готов, потому что самое большое количество травм у игроков, да, они из-за того, что, ну, экипировка, еще что-то, но есть большая статья, что игроки неправильно выбирают уровень турнира, точнее там чаще всего не игроки, да, а тренер, может быть, родители иногда, поэтому в первую очередь необходимо убедиться в том, что игрок физически именно готов играть с более взрослыми соперниками, да, там, с другой категорией игроков, то есть там, если говорим про ITF, там, пятая, четвертая, третья категории, они все разделяются по уровням, да, то есть на первой категории играют самого высокого уровня игроки, то есть, соответственно, там скорости выше, нагрузки выше, то есть, ну, все в этом плане, и поэтому необходимо убедиться, что игрок действительно просто физически готов в первую очередь, поэтому ответ один, одна из составляющих, это должно быть так. Возрастную категорию, ну, еще, конечно, тоже, ну, более, на более высоких категориях уже необходимо иметь, ну, и какой-то уже, так скажем, запас и в психологии, еще что-то, но на самом деле это все идет поэтапно, одно за другое, я бы тут сказал, что, наверное, самое большое, это все-таки от физической готовности, ну, конечно, к победам, то есть, какие качества должен приобрести, ну, должен быть физически выносливым, сильным, умным игроком, на самом деле, а я бы еще так сказал, что одна из первых задач тренера, то есть, оттолкнусь здесь от чего, да, что необходимо вырастить независимого игрока, то есть, что это значит, да, что игрок должен быть, он должен быть мини-тренером себе, грубо говоря, где-то так, то есть, он может что-то сделать сам, там, у тренера когда-то не получилось поехать на турнир, и он уже достаточно, достаточно, как бы, подготовлен для того, чтобы приехать на турнир, заявиться на него, разминаться, тренироваться, где-то в себя в процессе матча, использовать какие-то моменты, чтобы себя улучшить, знает, когда вовремя выйти на перерыв, еще какие-то такие моменты, очень большой комплекс, поэтому, поэтому это все-таки, ну, игрок должен быть умным, ну, он должен быть научен, он должен быть научен. Так, ваш идеальный теннисист? Чей форхенд, бэкхенд, подача, перемещение, ментальность? Так, ну, давайте, давайте, наверное, бэкхенд, наверное, я бы сказал, вавринка. Так, форхенд, федерер, подача, подача, хоть он и левша, но, наверное, Иванишевич, я бы так сказал. Перемещение, перемещение, ну, наверное, даже мары, наверное, так, ментальность, ментальность, я думаю, что, конечно, я думаю, что федерер, я думаю, что федерер. Так, насколько полезна йога? Ну, я думаю, что, честно скажу, сам не практиковал, это, чтобы тоже быть честным, да, сам не практиковал, но могу сказать, что там ведь растяжки, там дыхательные упражнения, то есть это все, что, в принципе, это все помогает тоже в теннисе игроку, да, там успокоиться, восстановить дыхание, это все нужно, растяжки, как я уже говорил ранее, они тоже очень полезны, то есть, ну, я думаю, что это неплохое добавление, это неплохое добавление, это вот может быть чем-то дополнительным. У нас еще буквально чуть больше минуты, я бы, во-первых, хотел всех поблагодарить, кто поучаствовал за очень хорошие вопросы, я надеюсь, что я был полезен и интересен вам, поэтому, да, большое спасибо всем тем, кто смог провести и уделил этому эфиру время, благодарю вас, да, большое-большое спасибо, если у кого-то еще есть один вопрос, давайте еще один вопрос и будем прощаться уже. Да-да, спасибо, правда, очень, знаете, в этот раз очень интересно, что присутствуют не только родители, есть, я вижу, тренеры, коллеги, спасибо, вижу игроков, ребята, спасибо, очень здорово, что присутствуете, что нашли в воскресенье время, правда, очень приятно, участвуйте, помогайте, знаете, давайте будем общаться, все мы все-таки здесь по одной причине, все мы любим теннис, и поэтому я думаю, что, я думаю, что это всем полезно и интересно, поэтому давайте будем все сообща, ну, главный вопрос, когда, как только дадут разрешение. Спасибо всем еще раз, всего доброго, будьте здоровы, до свидания, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok